так чё у нас там снимает нет снимает да все нормально так что у нас там песочка вышла нет песочка песочка все настроили поехали без до 9 до 2011 мобайл шо еще нету так а это что такое а это что это что такое всем привет ребят с вами канал русского ps вот такое небольшое приветствие подписывайтесь на канал если еще не подписаны ставьте лайк нажимайте на колокольчик сегодня у нас будет первый взгляд на фифа мобайл она называется фифа мобайл но как бы понимать это фифа 20 мобайл вышла она 20 сентября сегодня на на момент записи этого видео у нас твою шмате ну куда ты xiaomi блин ёб моё блин двадцать первое число они нет все 20 сентября вышло обновление все я немножко ошибся вот в чем суть данного видео сегодня ну мы же должны понимать зачем вот в какой смысл в данном видео вот сегодня у нас будет обзор я уже сказал фифа 20 мобайл мы сравним что изменилось ну как бы наглядно мы не сможем сравнить потому что как говорится это фифа она обновилась и то есть мы как бы не сможем геймплей сравнить а с беткой сравнивать нету смысла потому что бетка это на самом-то деле та же самая фифа 20 фифа 19 мобайл то есть там только были какие-то косметические изменения но я думаю что сейчас мы увидим какие-нибудь но не кардинальные изменения но хотя бы изменение геймплея поменьше этих голов девяток когда ты на или даже например когда ты делаешь свайп вверх а он бьет вот то есть вверх именно вот вверх прям вот снизу вверх а он бьет в девятину или например ты делаешь свайп вправо а он бьет в левую девятку то есть это вообще чушь муть и компот ой ладно это не все это я не туда пошел уже ну ладно все я прям искренне надеюсь что вы подписались на мой канал вот смотрите дельючет какие-то непримиримые соперники но это нам пока не нужно я уже заходил в эту игру я уже записывал но записалась хрена потому что я записывал не на микрофон а на динамик смартфон и там были вот что-то такое микрофона плевал так во первых нам нужно заценить геймплей да еще был касаем в том что там автоматом стоит ну то что рекомендуется у меня рекомендуется высокая графика но она подлагивает а вот на средний не называйте низкой потому что это не низкая именно средняя графика по факту вот будет будет низкая сейчас мы посмотрим события что же вообще здесь есть такого крутого там без доната все дела собрать так у нас есть летнее противостояние чтобы открыть достигните третьего уровня это у нас товарищеский матч получаете летних игроков далее дерби ну понимать там реал атлетику там реал барса чё там еще цска спартак но вот скорее всего не будет вот то есть матчи актуальны и на момент там это событие будет обновляться набор наследие что это у нас такое так суть у нас такое видосик будет сегодня долгий поэтому надо было в начале конечно сказать да записать здесь всякими поп-корнами там все дела и видос до конца смотрите ну или как я запаситесь водичкой ладно шучу в чем суть данного события в данном событии сохранились прошлые составы то есть по факту состав вот я вам сейчас спеца так долго грузилась и ради какого-то вот смотрите я понимаю что возможно кто-то это уже знает но блин есть люди которые это не знают и сами у меня спрашивали вот есть вот новый состав конечно он припоганый но ничего и есть мой олдовый состав правда отпишите мне в комментариях можно ли здесь менять схему и все дела скорее всего нельзя марка сенсию я хотел снять на него обзор вот когда он травму крестов получил но как вы понимаете не срослось также карьера кстати стартует следующий видос будет это карьер и узнаете за какой клуб пилотный выпуск я думаю вы его поддержите и вот а опять фишская фигня офигенная икона с охренительными статами и это его карьера именно за реал мадрид карточка но здесь очень много всякой фигни сделать нужно то есть карьера часть 1 здесь нужно проходить матчи но чтобы проходить матчи нужна команда хотя бы 65 общей то есть ух ты а это кто подождите это его по моему если не ошибаюсь сын да скорее всего а вот да энсу энсу зидан старший сын один один зидана так дальше у нас что ребер и а ребер и разве а да он ферентину отправился и скорость у него как для флангового не очень а причем здесь буфон финале чемпионата мира по футболе 36 зидан забил последний гол в своей блестящей карьере в это надо было делать видос обзор события зидана а тут что ребер и стал играть зиданом таки что можно было териан ли поставить там или что кого еще турама кто там еще играл а вот и вратаре лука зидан это у нас второй сын зидана далее у нас здесь пить кто помнит кто old со мной еще с восемнадцатой части я делал обзор по моему на эту икону у меня был деку инзаги и пяти а в следующей части у меня ни одной иконы не было вот так вот игрок умер ну тут уже никакой отсылки к истории нету рамос что у нас здесь зидан играл сергей рамоса в мадридском реале в сезоне 5 6 а через 10 лет стало его ну прикольно прикольно то есть как бы в плане карьеры это реализовано круто но чтобы играть вот даже здесь уже нужен 95 рейтинг конец и матч начинается 45 минут а мы знаем что тайм ой весь матч лица где-то всего лишь 6 минут то есть один тайм это три минуты и за три минуты нужно забить свой последний гол в сериале забил феррентин слушайте вот это круто и спорс хорошо подошли к этому событию событию но вот еще смотрите золотой гол зизу с точки то есть это все круто это все офигительно но как вы видите здесь нужен состав хотя бы 95 и нужно забить я так понимаю не три мяча потому что три мяча когда ничья это пролет скорее всего фифе а ну очень редко когда ничья дает шанс выйти на дополнительное время и пенки здесь нужно то есть четыре мяча забивать это практически анвали вы был ну она рили короче нереально кто не понял если что ну чушь грузишься это так долго 4g интернет 4g 4g далее у нас здесь у него карьера идет в испании первый сезон мадридском реализе дан про и он на высочайшем уровне бог троицу любит знаменитый победный гол а вот такие ян и тьери анри то есть мы можем в данном событии и рок кумир слышите круто и гарет бали а причем не гарет ббл дважды забил ливерпуль в финале третью лигу чемпионов подряд то есть получается мы проходим всю эту карьеру то есть завершите все главы мирового турнира голевой превосход то есть я должен все вот и завершите все этапы в этой главе то есть нужно вот это все пройти все вот у меня короче это все не так не так уже легко но это я так понимаю реально если хотите сделаю подробное видео что у нас здесь вообще есть мировое турне что это такое добро пожаловать я сюда еще не заходил я предлагаю вот это все на хер скипнуть а я понял что это это компания я так понимаю мы будем скорее всего это будем будет проходить на стриме вот это вот прохождение компании если хотите видеть давайте кстати сыграем как раз таки пощупаем наш геймплей посмотрим что там мы пощупаем как-то странно звучит посмотрим приноровимся на самом деле еще не так сильно игра ну сыграл пару матчей когда вот записывал первый раз записывать нет чудо-юдо все записывает нормально поехали сейчас заценим наш геймплей о да вот это что я жду вот давайте перед тем как я начну я скажу вам что я жду ну графика я вам скажу не сильно изменилась и кстати подождите ребята я не вышел из игры сейчас секунду вернемся чтобы настройки сменились на среднюю графику да да ребят съемки порции портится короче зашел в программу для записи и там пришлось восстанавливать видео но по опыту прошлых лет так скажем я не стал нажимать чтобы ну мало ли если что перезапишу название ладно мы хотели пощупать геймплей и будем его смотреть в мировом турне это у нас англия то есть мы начинаем биться с самыми бомжатскими вот этими всеми лигами и в конце мы получаем аруни но это не тот руни который этот а тот который вот тот но вы вы поняли прикол да я вам предлагаю даже может быть видео отдельно снять на эту тему вот как вы считаете типа прошел там бич компанию а вот скажу вам что я жду от этого кстати вот она начала вот оно да о да ладно шучу сарказм не уместен короче суть в том видеть этих болельщиков видите да в предыдущей части когда включали на среднюю графику болельщиков вообще не было вот это прям респект спасибо но правда не упрощенные не двигаются но ничего не могу адекватно судить сейчас потому что так ухты вот это хороший пас на самом-то деле мне нравится и в песке в песке вот в чем суть в песке нет хорошего графона в песке хороший геймплей вот смотрите а по-моему они то у меня такое чувство было как будто вправо дело а на самом деле вот влево бахнул мне нравится пока но вот это что-то как-то это тоже вот всякие девятки стрёмные тоже не нравится мне это все нам нужен реализм ухты вот хороший перехват в разрез передачка вот можно вот такой пасек ухты и нет хреново 3-0 мы уже выигрываем надо еще какой-то гол забить я не знаю вот пока что я какие изменения для себя смотрю графон не скажу чтобы улучшился вот не скажу чтобы улучшился но он стал как и в такой фифе более что ли вязким более таким знаете ну как в реальном футболе тип типа типа основное слово типа вот может еще вот так вот подкрутить но вот остались те же самые подкрутчики да 57 рейтинг гол да на самом деле вот не люблю так говорить потому что все фиферы говорят ой так у него же 60 удар ноль там прием как он вообще забил как он обыграл прикол в том что как бы это профессиональные футболисты изначально и они даже 50 рейтинг они могут спокойно лонг шот забить это вообще то есть как бы на рейтинг здесь не нужно ничего говорить вот какие выводы я могу сделать из обновим состав конечно же из данной игры никаких я вам предлагаю твою ж мать и я же я могу поиграть нет пожалуйста я хочу поиграть давайте пройдем тренировочек давайте пройдем тренировочки я хочу посмотреть сам геймплей вот я все это говорю хочу посмотрите вот смотрю вот по сути в графонии и опять эти удары не нравится мне ну от бетки отличий тоже нету много от бета-версии ну вот чем так долго передержал ну вот зачем то есть как вам сказать смотрите фифа 18 мобайл фифа 19 мобайл о да вот что я говорю фифа 19 бета-версия фифа 20 это практически такие же игры просто косметические улучшения фифа 20 бета и фифа 20 полная версия это тоже косметические улучшения и в итоге мы видим все равно абсолютно такую же игру не знаю пишите свое мнение в комментариях ну просто изменили мяч кстати я хочу я вот прям требую чтобы можно было ставить мячи кота ухты вот это чё то чё он творит чтобы ставили мячи какие ты хочешь именно какие ты хочешь потому что в прошлый раз в событии лиги чемпионов было лиги чемпионов потом там был tell star все вот мне пока нравится катать мяч но потом а это вот все одно опять надо езжать почему так потому что опять будут эти штанги угловые в чем суть вот сейчас я про штанги угловые начал меня а вот когда кубок фиферов был наш печальный вспоминать не хочется о а вот это вот я сейчас специально а даме забери да это забери у меня мяч пожалуйста вот забери идет просто забери мя вот твою ж мать то я могу вот это мне не надо это мне не надо вот все забери мяч у меня плиз вот молодец карлос вот все я хочу сделать подкат назад я очень хочу сделать подкат назад и что будет так еще раз еще раз подкат сзади блин короче суть в том что в прошлой части нельзя было сделать подкат сзади то есть когда ты делал подкат сзади то игрок которого ты хочешь ударить по ногам он не падал то есть ты просто тупо твой игрок которым ты управлял он просто ввалился на газон и все я так понимаю здесь это изменили и блин ну вот это хорошо я могу это ну ладно пошли тегол уже забьем вот что там еще финты ух ты вот еще одно нововведение я еще это заметил в бета-версии то есть у нас есть один финт и есть я так понял вот второе когда мы делаем вот вот да и финт 360 ну еще есть такой финт можно вот так вот под подобрать себе под ногу вот так вот отдать пас и сделать вот такой удар и вратарь затащил это серьезно ну блин ну это конечно ну да но это фейл фифа но это фейл ну ты же должна быть немножко скриптовый ну зачем тебе эти эти ну фифа фифа а нет нормальный сейф пойдет ну что мы видим вам поду о это волосы просто еще стрёмные графон из фифа 14 но не могу точно говорить из какой фифа скажу так геймплей вот в поиске геймплей там реально такой же но он просто очень сильно упрощен и и там как бы понимаете графоне немножко послабее в плане ну не графон не послабее а в плане моделек модельки там какие-то стрёмные но пойдет да графон услаблен а здесь как бы модельки все дела и поэтому школьники думают что вот он наш футбольный симулятор но как сам концепт игры сам вот это вот именно футбольность она в песке именно именно в песке она вот а здесь ну скрипты и беги все так ухты а вот это не нравится спокойно подкрутил и тюран забивает гол скорее всего это не лилия тюрам не легенда но все же и вот этот мяч вот этот как его от лиги нации лета от евро мяч точно не знаю он такое чувство как будто похож на размер четвертый не знаю может у меня такой придирчивый отношение ухты только не головой о о не в створ не в створ вот это меня уже радует то что печали то что не попал но радует то что это не в створ также сейчас мы про 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 чекам отборы кстати вот всегда меня бесило когда ты отбираешь и делаешь рывок и он бежит как хочет компьютер то есть это не очень круто ну-ка финт 360 а как делать другую сторону я просто не знаю именно к финты стали медленнее так ну-ка ну забей здесь не получится финты стали медленнее я вот сейчас вам говорю это это мне мне это нравится так ну давайте попробуем закрутить загрудка осталась та же медленный какой-то удар более вязкий геймплей более такой типа футбольный но не знаю я что то когда записывал играл опять в девятку слета попал то есть мне это не понравилось но здесь как бы очевидно 75 рейтинг и такое даже я смогу забить при желании не серьезно до челленджи на больших воротах все никак не вот меня это бесит когда ты нажимаешь на рывок и он и компьютер сам тебе говорит как ты должен бежать вот я же отдавал этому ну ладно не будем так сильно уж придираться предлагаю пройти всю эту кампанию но не прямо сейчас блин уже сколько видео то идет вот сейчас мы закончим матч я подведу итоги наверное ну что жуан карлос не знаю надеюсь что так ну это как-то стремно ой ой чё тва ё-моё чё это такое ворота сейчас ну понятно там острый угол но все равно нравится мне вот так вот покатывать мяч и когда то есть вот фифе 14 мобайл когда ты даешь мяч и он сразу идет открываться ну правда сейчас он не пошел вот вот и он открылся и можно попробовать даже пробить вот это не нравится но не в дальний угол не в девятку мне тоже нравится и наличие болельщиков тоже симпатизирует правда не таких как в большой ну вот у меня немножко не самый сильный смартфон в мире но позволяет снимать вот такой геймплей кстати надо будет запустить на калькуляторе ну вы помните я запускал типа на калькуляторе то есть в чем суть была я оставил самую минимальную графику вот поставите семь лики я сделаю это давайте семь лики это не сложно в принципе вот вот дадут нам еще шанс смотрите как очень быстро идут матчи вот это тоже плохо нужно хотя бы в два раза увеличить а то и в три потому что шансов забить очень мало что вот могу сказать подведя итоги удары не в девятку но это правда надо придрочиться посмотреть все прям детально пока могу заключить что удары не всегда в девятку вот я попробовал крутить но это нужно еще смотреть с профессиональными футболистами понимаете что любой профессиональный футболист вам может спокойно забить в девятку ой нужно понимать то что любой профессиональный футболист но слабой карточки может спокойно забить в девятку Но и профессиональный футболист может легко промахнуться То есть это тоже нужно понимать Вау Нет, удары другие, они стали более медленными и более такими Ну вы понимаете, я думаю Я думаю, вы все понимаете Не знаю, пока что я доволен Но это нужно смотреть, чувствовать Я думаю, вы поняли, какие улучшения есть Конечно же, улучшений в игрофоне нет Это знаете, как я смотрел обзоры Кстати, давайте попробуем накалбол Нет, это не накалбол, это просто А вот это мне не нравится Вот это мне не нравится То, что вратарь стоит где-то там Вот, вот он накалбол Но на самом деле это не накалбол Это получается очень хороший крученый удар То есть вверх и вниз То есть опа, он как бы туда А потом он очень хорошо крутится Если хотите, я прямо именно запишу Я именно запишу видос с накалболом Ну вот с этим накалболом Типа То есть Мне сейчас Ну дайте я запишу концовку-то Ну пожалуйста Да А я что? Я не могу играть То есть я не смогу? Ну идите-ка вы нахер И спортс Ладно Ребят Под конец видоса Хочу вам сказать Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайк Нажимайте на колокольчик Кстати, вот Видели определение по пенальти Вот было написано только что То есть раньше мы не могли знать Будет ли пенальти Или не будет пенальти И все закончится Даже если ты сыграл в ничью То ты типа проиграл То есть вот так, да? А сейчас Такого нет Сейчас сразу же предупреждают Что вот Тут будет победитель Будет определяться Если ничья То Вот, вот Забегание Ну я же давал туда Зачем туда? Ну-ка Тюрам Че это было? Вот таких ударов Вот Извините за мой лексикон Сказал че Ну ладно Посмотрите Вот это вот Вот это мне странно очень То есть как-то удар шведой Это Ненормально, я думаю Я ж бил в касание Вот Что еще могу сказать Еще раз говорю Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Че там еще Нажимайте на колокол Бейте в него Подписки Лики Ну вот я же отдавал ему туда А вот сейчас я отдавал вообще не туда Вот Ну-ка Ой Эть Эть Все Батарея разряжена Это значит, что Давайте уже заканчивать Все Пока Подписывайтесь Там Лики Шмики На второй канал Можете подписаться Ссылка в описании И Подсказках Вот в правом верхнем углу Смотрите мои предыдущие видосы И Сейчас я забью гол И видос На этом закончится Так Ну я вот отдавал Ну туда Ну куда же ты это Ну Вот Ух ты Ошибки даже есть Так Забегай Мальчик мой Мальчик мой Идите вы нахера Ладно Стало больше косяков В плане того, что Ну футбольных именно Меньше отскоков Ну Не знаю Это надо смотреть Щупать Все, ребят Всем Пока Но вот именно в графонистости Я не вижу отличий Вот вообще Это как А вот Закончу мысль Это как FIFA 18 И был переход на FIFA 19 И там были Другие удары Другой геймплей Так же как и с FIFA 19 И FIFA 20 Но по сути Визуально Это была та же самая игра Вот здесь тоже Точно так же Ладно, ребят Всем пока Опять Опять Этот сезон За год 100 подписчиков И это Никакого уважения в обществе А Вы еще смотрите Блин, ладно Чтобы было уважение Респект от меня Подписывайтесь Пишите в комментарии Лайки Ну блин Ну все, пока Субтитры сделал DimaTorzok